Приветствую вас, Алексей. Во-первых, стоит задать себе вопрос, почему? Девочка, с которой мы сходили на одно свидание, вызывает в вас такие чувства и желания серьезных отношений. Почему вы хотите с ней серьезных отношений, со своей девочкой, вот с девочкой, которую вы описываете, да? Вот. А, значит, почему она вас так заступила? Заступила настолько, что вы хотите с ней срабатывать серьезных отношений. В этом стоит подумать, Алексей. Потому что тема эта важнее, и как бы вы ее не идеализировали. Если вы человека идеализируете, то есть, еще раз, то, что вы описываете, очень похоже на идеализацию. Если вы человек идеализируете, то я боюсь, что вы проектируете, то есть переносите на нее свои желания. Поэтому, в первую очередь, определите, почему вы все время не думаете, значит, уходите с серьезных отношений, и почему вы боитесь делать что-то не так. Это очень важно. Это важно, потому что данные аспекты, то, что, как все она понравилась вам сильно, настолько, что вы хотите с серьезных отношений, и не боитесь, что это сделать не так, влияет на ваше естественное взаимодействие с ней. И раз это влияет на естественность вашего с ней взаимодействия, то есть все, абсолютно все, соответствующие трудности вы не можете раскрыться максимально перед девочкой, как личность, как мужчина. Вы не можете раскрыть перед ней свои личностные качества, опять же, как мужчина. И вы через чур, чрезмерно, замотивированы быть с ней в отношениях. Вот. Через чур вы замотивированы это делать. Опять же, для вас ничего хорошего, тот факт, что вы чрезмерно замотивированы на отношения с ней, нет. Потому что чрезмерная мотивация порождает практически всегда неестественное поведение. А неестественность поведения практически всегда порождает различия между тем, что человек делает, то есть вот, ну, грубо говоря, как он себя ведет, и тем, что он получает по итогу. так что здесь есть сложности, здесь есть серьезные, на мой взгляд, трудности, вот, и вам стоит на них обратить внимание. дальше. Дальше, амм, почему девушка вам перестала отвечать? Да? То есть вот, ну, по факту, она перестала вам отвечать. Она перестала вам отвечать, она не отвечает вам, она, в общем, игнорирует, по сути, вас. Ам, означает это, что вы для нее недостаточно интересны. Вот. Означает это, что вы для нее недостаточно интересны, что вы не представляете для нее интерес, что, да, с вами было хорошо, но для нее этого мало. Для нее этого мало, к сожалению. вот. И, собственно, дальнейшее общение она с вами не видит, потому что вы, ну, вы ее не зацепили. Вот. То есть ваши разговоры, ваше общение не вызвало в ней ам, каких-то вот таких ам, серьезных чувств, каких-то вот таких, таких серьезных эмоций, да, в ней это, вы в ней этого не вызвали. Вот. Ну, это может быть, опять же, связанное, например, с тем, что вы просто эм, эм, разговаривали, грубо говоря, вот, грубо говоря, вы разговаривали, эм, на те темы, которые вот слишком общими были. Эм, как бы, общего между вами, в силу того, что вы познакомились в интернете, вот, общего между вами, эм, очень мало. вот. То есть, явно, недостаточно для формирования общения. Как часто бывает, эм, для, для формирования полноценного контакта. Эм, вот, как часто бывает, эм, у людей, которые, вот, как раз, знакомятся в интернете, и, в общем, в общем-то, это бывает очень часто у людей, которые, вот, знакомятся в интернете, не имея, при этом, ничего общего. Вот. Кроме того, вы говорите, что она, редко вам отвечала, то есть, вот, вы пишите, что, я познакомился с девочек в интернете, вы начали переписываться, она отвечала крайне редко, раз в день. Тогда, через неделю, я взял номер телефона, позвал ее встретиться, она согласилась. То есть, видите, эх, а, здесь, вот, выглядит все, так, как будто вы ее просто, вот, эм, ну, грубо говоря, воевали, да, то есть, вы, своей настойчивостью, эм, своей инициативностью, вы, по сути, задали, такой, вот, темп, общению, вот, а она, всегда выступала, как бы, принимающей стороной. Вот. То есть, ну, типа, почему бы не попробовать, если он сам это делает. вот, вот, ну, и, в итоге, вы так и остались тем, кто завоевал, кто завоевал, точнее, но ведь, завоеватель, может и не завоевать, крепость может остаться неприступной. Раз вы, сами, оставили себя, так, что, вы завоеватель, то, вы, можете, потерпеть, эм, в общем-то, неудачу, в этом, процессе, завоевания, и вы ее потерпели. Если бы вы поставили себя более ценностно, если бы вы налаживали общение, если бы вы не торопились сближаться с ней, если бы вы развивали духовную, ну, духовный контакт, вот, то все было бы совсем иначе, все было бы совсем по-другому, а так девочка воспринимает вас исключительно как того, кто пытается завоевать ее. а, она выступает, как я уже сказал, своего рода, королевой, она выступает, своего рода, такой вот, эм, ну, грубо говоря, мм, как это сказать, сказать, мм, ну, принцессой, не принцессой, в общем, той, кто, принимает только. Вот. И, соответственно, раз что она только предпринимает, то вот, эээээ, значит, она себя так выйдет. И да, это неприятно, я вас очень хорошо понимаю, но вы сами такие отношения выстроили, грубо говоря. Ну вот, и тут, как бы, с этим ничего не поделось, ну вот, в этом смысле. Вот, так что, я думаю, вам нужно здесь самому сделать выводы относительно того, как вы выстраиваете отношения, значит, с девочкой, вот, как вы именно выстраиваете отношения с девочкой, чтобы такого больше не было, чтобы было, ну, более качественное общение, более содержательное, базирующееся все-таки больше именно на духовной истории, а не на том, что получится у вас завоевать человека, например, или нет. Вот, я думаю, так, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете, соответственно. Ага, значит, так, после этого она просто представлена, что это у меня сообщение, идёшь её установлено, так, знаете, стоит ли ей звонить. Ну, опять же, я думаю, что единственный шанс для вас сохранить с ней отношения, это заинтересовать её тем, что интересно ей, для этого вам нужно её узнать. Поэтому, если вы готовы её узнавать, если вы готовы общаться так, как комфортно ей, не над скоком, да, то всё в ваших силах. Если нет, то вы рискуете просто вот быть ещё одним, кто её пытается завоевать. И опять же, Алексей, задайте себе вопрос, почему вы выбрали знакомство в интернете? Почему? Вот почему вы выбрали именно знакомство в интернете? Почему вас именно в интернете привлекло? Почему вы не знакомы с реальной жизнью? Вот. Где вы можете максимально раскрыться перед человеком. Где вы можете максимально проявить себя перед человеком. В общем, это всё серьёзные достаточно вопросы, на которые вам нужно поискать ответы. И если вы найдёте эти ответы, а вы сможете их найти, то я думаю, ситуация, которую вы описываете, станет вам куда более понятнее, чем то, что происходит, грубо говоря, сейчас с вами. На этом всё. Я надеюсь, что он помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделает его лучше. А я вам желаю всего самого доброго, удачи. Если решите звание девочке, то говорите о том, что интересно ей, или о том, что интересно вам, в таком контексте, чтобы именно вот поделиться. Нет, вы хотите с ней поделиться, только так. Сейчас она чувствует от вас давление. И от этого давления она избегает. Нет.